всем здравствуйте дорогие участники прямого эфира как меня слышно как меня видно поставьте пал от 0 до 10 как меня слышно как меня видно всем здравствуйте дорогие участники сегодня мы будем лечить тазовые мышцы поставьте пал я сегодня обещала вам показать упражнения для тазовых мышц напишите в комментариях как слышно видно жду пока все подключатся чтобы было больше людей и мы потихонечку начнем с вами делать различные упражнения для выравнивания длины ног для снятия нагрузки суставов для лечения ваших грыж и протрузии для того чтобы ваши боли в ногах ушли в пояснице в суставах поэтому не очень важно чтобы вы меня слышали так модератор напишите как слышно как видно я зашла с другой системы чтобы сегодня провести вам лечение ваших мышц суставов внутренних органов добрый вечер видно да вот с телефона вижу отлично отлично добрый вечер но слава богу я вас вижу 104 человека у нас уже в прямом эфире замечательно хорошо так давайте тогда мы с вами начнем лечение напишите пожалуйста у кого есть проблемы с суставами у кого прямо сейчас болит сустав у кого есть проблемы в пояснице то есть есть боли в пояснице напишите пожалуйста я да вот кто хочет прямо сейчас чтобы я вас полечила и провела диагностику напишите я вот я попрошу сейчас технических специалистов написать отправить ссылочку в чат на подключение к лечению до напишите напишите пожалуйста у кого есть проблемы с с поясницей с поясницей да у кого есть эти проблемы вот сегодня мы будем выравнивать длину ног у кого есть проблема с то есть разная длина ног у кого-то одна нога длиннее у кого-то одна нога короче напишите пожалуйста напишите пожалуйста у кого есть эта проблема вода отправили ссылочку в зум вот надежда краузы давайте попробуем присоединить надежда вот надежда присоединилась супер супер здравствуйте а включите пожалуйста звук моя хорошая включите вот вроде бы включили скажите что-нибудь здравствуйте надо так вас видеть я подписалась на все три и стопы и крылья феникса и да и очень рада и на лечебное голодание но поскольку у меня сейчас два месяца назад определили аутоиммунозаболевания височный артериит левой стороны и мне как бы ну я отложила но я все равно буду заниматься я очень хочу идти от гормонов вы мне поможете да да вот аутоиммуна тироидит аутоиммуна какой а височная гигантоклеточный артериит он еще называется или болезнь хоффмана она редкая очень такая как красная волчанка ну такая время в общем воспаление это зарастают сосуды может быть так что я в любое время они мне сказали могу ослепнуть или инсульт быть но я не хочу в это верить я буду заниматься по вашей методике я буду самое здоровое умничка вот это прям позитивный настрой это самое лучшее что вы можете сделать и смотрите по поводу вашего аутоиммунного заболевания до зарастания судов и так далее как раз очень хорошо лечебный голод это все убирает да именно длительный не просто два-три дня а именно 7 10 дней а что с гормонами делать вот этим преднизолонами троксикат колет в живот раз в неделю сказали три месяца курс я не хочу я не знаю я не хочу их потому что вы конечно располняете да и на это бешеная преднизолон это бешеная нагрузка на почки на печени очень сильная нагрузка и на всю гормональную систему то что это гормональный препарат я вам конечно рекомендую прямо сейчас бы зайти в лечебный голод именно длительный вот если вы прям зайдете то у вас симптомы заболевания не уменьшится и вы остановите развитие этого заболевания вообще даже 40 дневный но у вас есть как бы вес в идеале это 40 дней даже хотя бы хотя бы первый раз 7 10 надо сложно это несложно это несложно это легко если вы правильно готовитесь если вы правильно выполняете все рекомендации это абсолютно несложно вот я бросила все мучное сладкое я наоборот сейчас похудела единственное что у меня от преднизолона разнесло щеки и вот это вот у мешки под глазами от тоже от преднизолона но ящи мне сейчас уменьшают дозу конечно но я хочу от него вообще не принимать поэтому на лечебном голоде его принимать не буду да или как в гормон гормональные препараты убираете но смотрите вы уже начали доставить сколько уже ставить ну уколов мне надо 12 я сделала 7 метроксикат а гормоны я пью где-то полтора месяца у меня заболевание это два месяца определили тому назад от того что началась страшная головная боль я сидя спала вот и поэтому ну так и как врачи наши лечили меня не знают чего антибиотиками когда нельзя было вообще давать их не ну в общем ну да поэтому я только надежда вот на доктор на доктор шагар спасибо спасибо у нас как раз таки с аутоиммунными заболеваниями очень часто люди приходили и когда вы именно длительное лечебное голодание проходите у вас как раз идет вот этот процесс аутофагии за счет чего происходит то есть у вас начинает идти аутофагия вот как раз таки вот этих всех воспаленных клеток аутоиммунных клеток то есть они начинают выводиться из организма они начинают чиститься организм начинает как бы перезапускаться и и обновляться очень много иммунных аутоиммунных заболеваний таких как псориаз с волчанкой у нас тоже была женщина и симптомы очень значительно снизились вот здесь здесь вам нужно в первую очередь да то есть начать 70 дней и потом переходить две недели три недели и постепенно до 40 дней увеличивать и тогда у вас восстановится но как минимум вы с гормональных препаратов уйдете симптоматика уменьшится и остановится само развитие заболевания вот поэтому я рекомендую вам не тянуть и конечно же пройти а я сейчас на курсах феник перезагрузка и могу я сразу два курса совмещать можете можете почему нет можете у нас а люди на глубоком когда люди на глубоком они параллельно лечат позвоночник и параллельно лечебное голодание проходит то есть у нас всегда на вот в комплексе а у меня часопы курс уже я купила это значит он у вас бессрочный а понятно ну когда вы его в апреле или в мае покупали я его покупала в апреле наверное да когда не бессрочный не помню верно в апреле давай как жалко но я просила доктор а вы знаете что интересно я ходила в 100 метр такая есть платная клиника я лечу я не я никто не меня диагноз я там две недели ходила и тут я пишу что я не могу стопами заниматься адская боль в голове и доктор и никто вот мне никто в этой клинике 14 этажей клиника не мне диагноз не могли поставить и только вот ваша доктора мне тут же она говорит как а какая боль у вас я описал я говорю вот тут болит с левой стороны у вас висточный артериит и я сразу побежала к ревматологу потому что вот кто мне только диагноз поставил верный видите какие у нас доктора да это точно а кто вас консультировал из докторов а меня я на я только начала и буду я на такая у нее каре такой темненькая я даже не помню как фамилия просто я на было написано да вот она мне определила говорит у вас и точно 3 ты я побежал к ревматологу и начали но мне тут же у них же протокол и вот по протоколу начали меня лечить то есть преднизолон ударную дозу и потом метатрексат я его выговорить не хочу и не могу не переживать не переживайте лечебный голод вам надо обязательно мои хорошие я вас всем всем рекомендую я сама в риге живу на сейчас москве и в латвии всем 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 рассказывать про вас спасибо очень приятно очень приятно спасибо да давайте тогда полечимся но можете камеру как на диагностику поставить я вас посмотрю у меня смотрели у меня и кифлос я сразу скажу плоскостопие поперечная продольная понятно давайте позанимаем вас лордос сейчас я поставлю камеру я мне как так вы меня видите можете очки одену так настенька вот я такая вот толстая конечно еще параллельно стене поставьте камеру и до нижнего белья разденьтесь пожалуйста так мне нужно куда же нажать на меня что ли вот так вы меня видите не 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 это вы перевернули сейчас наоборот убрать надо раз нажимаю ну вот в диагностику до этого проходили до что нужно что нужно как камеру сделать ну на уровне груди чтобы в полный рост я вас видела на подоконник ставлю да и оденьте без галтера потому что до нижнего белья а при не золону очень кожу сушила мне всю соку кожу сохнет кожа ся а щеки раздулись вообще такое и уже вот такие почки я вижу так и что вот в шортах остаться так как как направить я бы по себе я бы конечно сколько я хочу лечиться она они сказали год пить преднизолом но сейчас было 30 грамм сейчас уже у меня 20 грамм но вот надо опять кровь сдавать если соя камни и белок этот терактивный и очень дорогая моя вы себя угробите за этот год конечно да я верю я верю этому что а мне в шортах быть ну если трусики там как бы у вас есть то я могла я думаю да быстренько переоденьтесь чтобы я так куда мне стать еще подальше все стоп чуть-чуть подальше я могу поставить так плохо видно может быть на повыше поставлю телефон нет вам нужно размытие убрать вы можете его убрать размытие а так это куда нажат понятия не имею так чат учат вы включили размытие так включи так сейчас я посмотрю где это размытие реакция поделитесь запись субтитры доски приложения примечания дополни да я даже не знаю куда я нажимала если честно 1 вставайте вставайте как вы стояли да так может я чтобы я далеко не отходила тогда размытие не будет я его поставлю вот так может быть чуть-чуть наклоните да чуть-чуть что-то высоко поставили высоко так сейчас я снасти шинчика так ну вот так еще еще дали вот сразу размытие идет да я сама вижу что размытие а может вот тут какой-то значок фон размыть нет нету размытия а все вот нажмите о все опять размытие а вот уберите нажмите вот нашли фон размытия размыть а у меня не включен а еще размыть включила и отойду вот может размыть не будет сейчас есть еще хуже так нажимая обратно как было вот фон а что такое нет цвет изображения может быть вот хорошо так ладно все встаньте встаньте все все стоп стоп руки на тазовые косточки положите вот 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 да и да у вас левая тазовая кость она повыше чем правая ну-ка теперь спинка повернитесь ко мне спинка да размытие 7 до левая левая тазовая кость она выше она выше чем правая кость левая тазовая идет перед перекос до плохо наверное видно участникам прямого эфира но а если я сделаю вид и докладчик как интересно у вас будет отображаться если увеличить а поближе еще подойдите вот вот стоп стоп вот обратите внимание что левая рука она значительно выше чем правая вот я надеюсь сейчас переключилась вот или наверное это вот обратите внимание что левая ручка она выше чем правой да то есть идет перекос вот левой руки вот давайте мы сейчас поработаем с ногами да с ногами есть теннисный мячик да вы же уже покупали его вот конечно это размытие размытие она очень сильно нам мешает вас будет плохо видно участникам прямого да еще раз размыть и цвет может на цвет нажать нет фон нет вытянет фон размыть изображение на изображение нет что-то вообще не то но я не знаю вот размыть а где же его убрать эффекты видео да 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 на так мне может так может выйти из-за естественного нету такого я нажимаю вот тут здесь просто вот я стою наверху камера я на камеру нажимаю там эффекты видео вызова это не то да вот эффекты видео вызова и там есть фон фон нажимаю нет размыть тоже не подходит ну нажать на что на фон на размыть так размыть оно включилось синеньким кружочком да да я отхожу я сама отхожу и вижу что размыто может мне выйти и снова ну я так не хочу хочу с доктором хочу побыть так где же это размыть еще раз где еще раз куда мне нажать надежда да давайте чтоб не задерживать потому что будут другие тоже переживать нервничать вот я стою видно что у меня перекос таза левое выше правое пупок опущен да вас не будет вас не будет во время упражнения моя хорошая видно потому что вы сядете и вы вся размоетесь и будет людям плохо видно а мне может быть и темно зайти солнце мое да надежда давайте мы еще кого-нибудь попробуем подключить давайте у меня на связи хорошо вот я пока удалю до надежду потому что да потому что у нас будет вот так участники участники Демидова Ольга давайте попробуем вот Демидова Ольга принять ну вот кто быстрее Ольга Волкова Лариса Севастьянова Валентина даже фотография есть Рыжанкова ну-ка попробуем сейчас кто быстрее подключится Лариса Севастьянова у нас еще есть сейчас вот кто быстрее так кто у нас подключился Демидова Ольга так отлично о так так Ольга вы меня слышите говорите да слышу вас да и размытия тоже нет перевести в зал ожидания сейчас я всех остальных тогда в зал ожидания перемещу перевести в зал ожидания все супер Ольга здравствуйте моя хорошая здравствуйте что происходит во-первых счастлива что я оказалась на глубоком курсе у вас благодаря вашей сотруднице которая по телефону со мной поговорила и сначала я на стопы хотела но когда узнала весь букет моих заболеваний посоветовала глубокий и я ни секундочки не пожалела потому что врачи со всех сторон мною как занялись так такое внимание уделяют мне в общем лечение получаю полное какие у меня проблемы у меня у меня у меня артроз правого плечевого сустава и коксартроз бедренов тазобедренного левого сустава перекос таза кифоз опущение органов малого таза сеточка стоит в девяносто четвертом году была черепно-мозговая травма в результате которой наверное и проблемы дальнейшие пошли по жизни уходят вперед голова шея ну в общем все на свете я два месяца делала упражнения со стопами и и на выпавший живот я делала упражнения у меня уже на три сантиметра пупочек вверх поднялся супер супер я очень рада хорошо хорошо давайте я вас посмотрю давайте давайте камеру как на диагностику ставьте нет на уровне груди не пойдет низковато низковато на уровне груди надо поставить у меня потому что низкие подоконники я поэтому у меня уже коробочка тут стоит еще одна коробочка вот вот тогда вот так и данного белья можно вас попроситься попросить раздеться до так подальше отходите так а вам симметричность грудной клетки назначили симметричность 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 это когда по белым линиям нет я делала скрутку а симметричность пока еще нет да у вас грудная клетка в сторону ходит здесь нужен сеанс это только на только на глубоком курсе у нас такой сеанс есть называется симметричность грудной клетки запишите пожалуйста прям себе в тетрадку симметричность грудной клетки прям до записаться через администраторов у вас очень хорошо выровняется положение грудной клетки относительно таза то есть у вас грудная клетка она ушла в левую сторону а таз он как бы в правую сторону ушел вот то есть это нужно такую методику симметричность грудной клетки руки на тазовые косточки поставьте стопы вместе руки на тазовые косточки у вас да ну ка спиной правая часть таза пока я вижу что выше другим другим спинкой поверните спинкой да да видите участники эфира у меня конечно глаз алмаз вот здесь четко видно что ягодичная складочка ровно стойте не вертитесь что ягодичная складочка правая выше видите правая ягодичная складочка левая ниже то есть идет перекос а давайте камеру вниз на пол поставим я ваши стопы посмотрю так вот шире ножки поставьте вот у вас варус ног шире ножки да смотрите у вас на груз у вас правая нога больше подваливается вовнутрь ну-ка боком повернитесь боком левую ножку на носок назад другим боком вторая степень плоскостопие ближе к третьей уже тоже есть плоскостопие спинкой спинкой вот запомните то есть до шире ножки поставьте шире мы сейчас сделаем упражнение скорее всего вы его делали но вы должны запомнить пока вы не вылечите плоскостопие ваш варус у вас таз на место не встанет а по гинекологии у вас есть какие-то проблемы а плохо слышу возьмите телефон в руку плохо повторите еще раз был эндометриоз потом опущение органов малого таза стоит сеточка да 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 смотрите моя хорошая здесь вот тоже если есть проблемы с мочеполовыми вот этими всеми историями тоже таз всегда смещается в сторону то есть у нас воспалительные процессы наших внутренних органов провоцируют смещение позвоночника вот смещение таза смещение позвоночника вот обязательно да вот хорошо что у вас уже органы подтягиваться начали то есть уже таз будет более ровно стоять вот лечебный голод обязательно для того чтобы профилактику онкологических процессов сделайте чтобы лучше женские органы начали работать хорошо давайте тогда с вами поработаем с нашим любимым теннисным мячом садитесь пожалуйста на пол на пол садитесь к камеру на пол ставьте на пол коврик разверните горизонтально камеру на пол ну или так или так можно да хорошо берите теннисный мячик теннисный мяч берите садитесь а мы сделаем упражнение скорее всего вы сделали его но очень часто его делают неправильно кстати покажите как вы его делаете закидывание ножки на бедро помните это упражнение нет другая ножка у меня я в козу лотоса даже сесть не могу у меня коленочки всегда вверх потолок смотрят да 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 вы не доходите до той мышцы которую выравнивает таз смотрите вы близко к копчику ставите мячик то есть вот садитесь на мячик садитесь как правильно делать упражнение то есть мы закидываем ножку на бедро на колено сустав не у всех получится да вот закидывать беремся за щеколотку и закидываем да снова сядьте на мячик я вам скажу как скорректировать садитесь да вот смотрите вы близко к копчику вам теперь правую ножку ближе к себе поставьте ближе правую стопу ближе к себе и смотрите колено к полу наклоняйте а мячик больше к наружу смещайте на внешнюю часть прям смещайте больше на внешне что что у меня колено не на планете как получается да 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 корпусом и мячик больше к внешней части к наружу смещайте на внешнюю часть больше перекатывайте мяч нет ни рукой можно корпусом но как бы по ягодице прокатить его на внешнюю часть больше вот больше еще вот-вот-вот здесь и наклоняйте еще вот-вот-вот чувствуете болезненность и напрягите напрягайте ягодицы вот сейчас увидите как таз выровняется напрягаете ягодицы то есть больше к внешней части то есть вот прям на внешней части ягодицы нужно продавливать потому что как раз там грушевидная мышца которая как раз таки поворачивает таз в сторону напрягите ягодицу прям сделайте ее каменную как будто пытаетесь мячик вытолкнуть из-под себя прям напрягаем 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 держим 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 напрягаем напрягаем держим 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 напрягаем 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 у кого не получаете не получается делайте без закидывания либо закиньте на голень то есть если не получается ногу закинуть на бедро закидывайте на голень либо делайте без закидывания но конечно если вы закинете это будет более эффективно вот и напрягите держите держите напряжение держите теперь резко расслабьтесь но с точки не уходите расслабляйтесь с точки не уходим и теперь подышите в эту болезненность подышите делайте глубокий вдох и медленный выдох делайте глубокий вдох и медленный выдох делайте глубокий вдох медленный выдох делайте глубокий вдох и медленный выдох умнички молодцы помнички еще по перемещайте сверх-вниз к наружу до внешней части вот 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 эта . вот это и напрягите ягодицу как будто пытаетесь мячик вытолкнуть из-под себя прям напрягаете прям держим 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 напрягаем 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 очень важно чтобы колено было наклонено немножко к полу вот обратите внимание да то есть мы сидим да не просто сидим а вот прям вот такая постановка у нас прям напрягаем напрягаем держим, напрягаем, напрягаем, напрягаем. Держим, держим, держим. Резко расслабляемся, но с точки не уходим и подышим глубоко. Делаем глубокий вдох, медленный выдох. Делаем глубокий Вдох, медленный выдох. Обязательно вместе с нами делайте, если нет теннисного мяча, возьмите яблоко, либо картошку, не сидите и просто не смотрите. То есть делайте вместе с нами, пожалуйста, делайте прям вот как мы показываем. Прям напрягаем, держим ягодицу, прям зажимаем, 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 держим, держим, держим. И резко расслабляемся, но с точки не уходим, прям подышим в эту болезненность. Хорошо, теперь давайте другую сторону повернитесь, другой. Да, уходите с мячика, уходите. И теперь повернитесь другим боком, другим. Точно так же закидываем ножку, да, и садимся на мячик, садимся. Так, икна, это высоковато, чуть пониже, пониже, еще. Вдоль ноги как бы мяч вниз спускайте. Еще. Левую ногу ближе к себе ставьте, прям поближе к себе, левую ножку. Вот. И смещайте мячик больше к низу, да, вниз. Вот. И теперь наклоняйте корпус тела на меня, полу. Вот, 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 вот. И еще можно к низу чуть-чуть мячик, чуть-чуть. Вот. Вот и к внешней части чуть-чуть. К внешней, к внешней. К внешней. Вот. Вот, 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 вот тут. Напрягайте, напрягайте ягодицу. Чувствуете, да, прям напрягайте. Держим, 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 зажимаем, зажимаем, зажимаем. Держим, держим, держим. Напрягаем, 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 напрягаем. Держим, 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 держим. Резко расслабляемся, но с точки не уходим. Резко расслабляемся, но с точки не уходим. Делаем глубокий вдох и медленный выдох. Делаем глубокий вдох и медленный выдох делаем глубокий вдох и медленно выдох делаем глубокий вдох и медленно выдох да теперь чуть-чуть сместитесь найдите еще одну болевую точку нет я бы немножко ближе копчику чуть-чуть и вниз вниз чуть-чуть как бы вот тут чуть к наружу чуть-чуть и напрягите ягодицу прям как будто пытаетесь мячик вытолкнуть из-под себя плечи сильно вверх не поднимайте расслабьте плечи расслабьте плечевые суставы согните локоточки и поровне осаночку держите вот 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 и напрягайте ягодицу прям сжимайте ягодицу прям держим 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 напрягаем 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 держим держим зажимаем 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 держим 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 напрягаем 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 резко расслабляемся но с точки не уходим подышим в эту болезненность делаем глубокий вдох и медленный выдох медленно дышим не торопимся дышим медленно делаем глубокий вдох медленный выдох вижу что устали сейчас отдохнем делаем глубокий вдох и медленный выдох делаем глубокий вдох и медленный выдох а теперь ложитесь на спинку мячик убирайте в сторону ложитесь на спинку да руки на животик положите руки на животик коленки согнуты коленки согнуты на стопах и подышите животиком делаем глубокий вдох и медленный выдох прям подышим животиком а кто вместе с нами сейчас занимается при воспалении седалищного нерва его не можно его нужно делать не можно а нужно вот если у вас есть боли в седалищном нерве его нужно делать а не можно делать нужно так хорошо поставьте камеру теперь как на диагностику посмотрим у вас уже должен должен выровняться таз даже вот с небольшого количества повторений должен выровняться таз давайте попробуем посмотреть стопы вместе так вот правая часть опустилась со спины очень хорошо поближе подойдите очень хорошо было видно перекос со спины по ягодичным складочкам повернитесь теперь спинкой повернитесь верните вот смотрите как ягодичная складочка опустилась они ближе 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 подходите чтобы люди оценили тоже результат вот насколько важно с врачом делать до всего упражнения видите смотрите ягодичная складочка прям опустилась. Прям выровнялся таз. Напишите, пожалуйста, в чате, кому видно, как выровнялся таз, как опустилась ягодичная складочка. Напишите, пожалуйста, в чате слово «видно». Слово «видно». Напишите. Посмотрите, как выровнялся. А если вы еще и симметричность грудной клетки сделаете, так вообще у вас все идеально ровно начнет быть. Еще органы поднимите, кифоз свой долечите. Будьте вообще красавицей. Вот стопы поднимите. Будьте вообще красоткой. Спасибо. Даже еще впереди у меня сколько месяцев. Я трудолюбивая. Я тружусь. Умничка. Я очень рада, что... Я уже два голодания прошла. Вот. И одну пропущу, и потом дальше продолжу. Умница. Молодец. Прям красавица. Умница. Красавица. Комсомолка. Спортсменка. Я вижу изменения. Вот с досочкой тоже позанимаюсь. И к зеркалу подойду. Ба, да надо же. Даже после одного занятия вот есть какое-то изменение. Походишь-походишь, а оно исчезает потом. То ногу на ногу закидываю. Сижу на работе восемь часов. Вот так вот. Вот. Да. Пишут. Видно, видно, видно. Даже впереди. Не только задние. Не только сзади. И спереди очень хорошо видно. Да. Супер. Спасибо вам большое за ваше доверие. Ольга, я вас отключаю тогда. Спасибо вам большое. Выздоравливаетесь. Дай Бог вам процветания вашему бизнесу и побольше излеченных пациентов. Довольных и благодарных. Спасибо. 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 Целую вас. Целую. Тоже целую. Взаимно. Да. Татьяна написана. Молодец. Да. Спасибо большое. Так. У нас еще в зале ожиданий еще несколько людей. Давайте как? По вопросам вашим пойдем. Давайте, может быть, какие-то вопросы поразбираем. И... А, кстати, кто делал вместе с нами упражнения? Вот кто делал упражнения? Напишите, пожалуйста, кто делал упражнения. И походите, прям походите. Вам должно легче стать в седалищном нерве, легче в суставах. Кто вместе с нами занимался? Напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Кто занимался вместе с нами? Я уверена, что из 172 человек были не ленивые люди, а те, кто действительно брал и занимался. Я... Я вот... Елена, я как раз от боли в коленях сейчас показала упражнение. Вот. Пишут я. Напишите, как вы себя чувствуете сейчас. Вот вижу, что занимались. Да? Напишите, как себя чувствуете. И... Как сейчас ваши суставы. Дорогие, есть, конечно, комплекс бесплатных упражнений, а есть комплекс платных упражнений. Понимаете, я стараюсь, конечно, давать вам очень много бесплатного, но есть ограниченные... Ну, есть упражнения, которые я никогда не покажу вам, к сожалению. Вот. Есть упражнения, которые я могу вам показать, а есть упражнения, которые я никогда... Ну, спустя... Уже 7 лет... 7 лет я... Своё... Ну, 7 лет, как именно... Когда у нас... В интернете я начала делиться этими всеми упражнениями, как я... Ну, не показываю определённые упражнения, которые действительно... Мы даём в рамках наших курсов закрытых. Вот. Так. Да. Смотрю, как вы себя чувствуете. Колено не болит. Да. Вот Галина делала упражнения, колено перестало болеть. Получилось тяжело с весом и больно? Ну, конечно, больно, Марина. Надо делать. Очень хорошо себя чувствую после упражнения. Легче в седалищном. Копчик болит сильно, когда встаёшь после сиденья. Вот. С копчиком, Александр, нужно отдельное упражнение с доской. На крестцово-бугорную связку. Есть такая связка возле копчика. Она у вас как раз и беспокоит. Вот с этой связкой вам нужно работать. Крестцово-бугорная связка возле копчика. Вот. Вот не имеет нога, нужно делать упражнение, которое мы сейчас делали. Прям берёте, садитесь, делаете с мячиком, либо с картошкой, либо с зелёным яблоком, с любым предметом подручным. Вы можете круглым предметом выполнять это упражнение. Очень эффективно. Вот. Давайте поразбираем ваши вопросы. Напишите. Либо я могу прям присоединять. Технические специалисты. Можете отправить ссылочку на подключение? Мне прям понравилось с вами прям разговаривать. Мне понравилось разговаривать. У нас ещё в зале ожидания три человека. Вот Валентина у нас есть. Валентина. Ольга, вот так. Ну-ка, Валентин, давайте попробуем. Валентин, слышите меня? Вот. Говорите, говорите, Валентин. У вас включен звук. Валентин, говорите, я вас слышу. Рыжанкова. Валентина Рыжанкова. Да, я вас слушаю. Я слушаю вас. Вот. Расскажите, что беспокоит. Вы у меня сейчас в прямой эфир подключились. А что у меня? У меня... Я же прошла курсы крылья феникса и лечебное голодание. Но у меня одна нога ниже. Правая. Вот. Слышите меня? Да, моя хорошая. Да. Да. Вот. И что еще? У меня поясница болит. Ну, как бы я сейчас занимаюсь дома. Все это делаю. Ну, а вот... Что-то перестало вас слышать, Валентин. Алло. Да, перебиваетесь, Валентин. Как же мне сделать? Я не знаю, как сделать. Вот сейчас я хорошо вас слышу. Да. То есть беспокоит поясница. Ну, вы... У вас же есть очень хороший комплекс на крыльях феникса. Да, я занимаюсь этим. Да. Доктор, я занимаюсь. Сейчас у меня было плохо очень. Скорую вызывали. Что-то было. Речь за... Речи я не разговаривала. Вот. И, понимаете, вот снова как-то я... Или в депрессию какую-то ушла. И что? И вот я не знаю, сейчас опять поразболелось. Это как бы всё. Но стараюсь и делать, делать упражнения. Да, да. Вам нужно нервную систему полечить. Вот. Я только что показывала упражнения на спинке. На спинку ложитесь, руки на живот кладёте и прям дышите животом. Шесть секунд вдох, шесть секунд выдох. Очень хорошо нервная система успокаивается. Потому что там активно работает диафрагма. Вот это... Вот прям сейчас... Прям ложитесь на спинку, да. И дышите как минимум 20-30 минут. У вас очень хорошо успокоится нервная система. Потому что в диафрагме у нас располагается блуждающий нерв. А в блуждающем нерве как раз-таки... Вот эти вот все... Ну, то есть он отвечает за то, чтобы у нас расслаблялась нервная система. Именно блуждающий нерв. И когда вы животиком дышите, то нервная система, она успокаивается. Вот. Доктор, я каждое утро дышу. Животом. Ну, маловато, значит, дышите. Гвоздистояние вам, конечно... Очень хорошо нервную систему гвоздистояния расслабляет. То есть на гвоздях стоит. Да. Это курс по пластике. А то мне хотели на лекарство посадить. Понимаете, психиатра врач сказала, не в ролах. Я говорю, я не буду ничего это делать. Я против того, чтобы вы лекарства пили. Смотрите, очень хорошо нервную систему также успокаивает упражнения для грудного зажима. Да, да, да. Напишите, напишите администраторам, напишите администраторам, что вы хотите упражнения для грудного зажима, и прям сделайте эти бесплатные упражнения, у вас сразу нервная система будет меньше беспокоить, прям намного меньше. Это грудной зажим, да? Это грудной зажим, да? Так. Да, да, сейчас секундочку, прошу прощения. Так, так, сейчас, секунду. Хорошо, я, доктор, буду это все выполнять, я буду стараться сейчас же. Понимаете, тут у нас такая жара была, я не могла даже вообще, мне так было плохо. Ну вот из-за чего, у нас жара была 34-35 даже доходила. Да, да, я сама в этой жаре была, да, вы откуда? Я и сама из Брянска. Угу, угу. Вот. По всей России жара была очень сильная, вот сегодня у нас ливень прошел очень сильно в Петербурге, а тоже жара до этого прям сильная была. Смотрите, делайте, я против того, чтобы вот пили, потому что, смотрите, психотропные препараты, вот эти вот все, на них сядете, потом не слезете, на них сядете, потом не слезете и будете, конечно, потом всю жизнь это все пить и, ну, угробить свое здоровье. Поэтому это все и нагрузка на печень очень сильная. Я рекомендую, вот, упражнения для грудного зажима, гвоздестояние в идеале сделать. Мы гвоздестояние даем либо на глубоком курсе, либо на курсе по плоскостопию. Вот. Вообще у вас замечательные упражнения на все, на позвоночник, вам просто нужно брать и делать. Вот. Что касается, и вот дыхание животом, утром, вечером, вот прям постоянно дышать животом. Расслаблять. По грудному зажиму тоже делайте. Вот. С психологом, конечно, именно не с психиатром какие-то психотропные препараты, а именно с психологом бы желательно поработать. Можно к нам, к психологу записаться. Хорошо. Вы видите, я прошла это самое, у меня было три инсульта. И вот сейчас думали, тоже инсульт вознили меня на МРТ, нас сегодня не признали. И сказали, что нужно обратиться к психиатру. А я им сказала, я никуда не пойду. Я, правда, не разговаривала. Я плохо, речь была вся, не понимали никто. Я вообще была никакая. Вот, понимаете? Вот теперь я не знаю, что делать вообще. Только вот. Не переживайте, Валентин. Не переживайте, что-то опять у вас отключилось. Все, Валентина у нас вылетела, видимо, с интернетом проблемы. Да. О, как у нас быстро час пролетел. Ничего себе, как быстро час пролетел. В общем, обязательно упражнение по грудному зажиму я прям обязательно советую использовать. Как часто работать с мячиком при защемлении седалищного нерва? Не чаще. Ну, вообще, это упражнение делается один раз в три дня. Потому что после выполнения упражнения завтра будет отек, и он будет проходить где-то, ну, то есть, три дня будет проходить. Это вся история. Вот. Поэтому вот так вот. Вот. Давайте будем потихонечку заканчивать. На следующей неделе у нас будут прямые эфиры полезные. Я прям дам очень много советов по хроническим заболеваниям. Потому что у всех у вас есть хронические заболевания. Прям во вторник и в четверг мы будем разбирать ваши хронические заболевания. И я буду давать полезные советы. У нас по вторникам и четвергам теперь будут постоянно прямые эфиры в 19.00. Прям запишите в четверг, четверг, в 19.00 прямой эфир с доктором Шигаровой. Вот. А я вас обняла, я вас поцеловала и желаю вам здоровья. Да, спасибо большое за присутствие на прямом эфире. Вы большие все молодцы. Спасибо вам огромное. Всё, всех целую, всех обнимаю. Всем до свидания.